Здравствуйте! В эфире программа О чём говорят. Длинные новогодние рождественские каникулы могли послужить своеобразной репетицией, благо погода в Самарской губернии позволяла перед традиционным фестивалем зимних народных забав. В эти выходные всех ждут, чтобы не только поваляться в сугробах и покидать снежки. Программа, насколько я понимаю, обширная, но лучше обо всём поговорить с теми, кто всё это придумал. Вернее, с одними из тех, кто это придумал. Итак, мои гости. Владислав Рыбалкин. Он у нас представляет культурный центр Светлицы. Насколько я понимаю, вы рукователь этого центра. Один из организаторов этого праздника. И вместе с ним к нам пришла Ольга Разинская. Она тоже занималась активно. Подготовка этого фестиваля. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Итак, в эти выходные. Те, кто не накатался, не накупался в снегу, да, и не настроился снежных крепостей, всё это им предстоит, насколько я понимаю, где? В Загородном парке. В Загородном парке. Фестиваль. Правильно, как он называется? Снежная забава или? Славянская зима. Славянская зима. Вот давайте расскажем, что ожидает. Тем более, это не первый фестиваль. Насколько я понимаю, будет весело и забавно, да? Да, правильно вы сказали. Будет весело и забавно. Ожидается очень много гостей. Будет ярмарка, будут чай в самоварах, разные плюшки, вкусняшки, традиционные игры, молодецкие забавы, но также будет много веселья и будет фантастически. Молодецкие забавы. Насколько я понимаю, вот это что-то будет напоминать... У нас летом проходят вот эти вот «Ратное дело», да, или что-то в этом роде, но только зимой, да? Вы знаете, ну, отдаленно чем-то это будет напоминать, конечно, да. Все-таки «Ратное дело» это фестиваль с историческим уклоном. Я почему говорю, потому что я посмотрел фотографии, я поглядел на ребят, вот этих красавцев. Вы такой у нас с бородой. Вы все верно заметили, да. У нас, наш центр занимается исторической реконструкцией попутно, и костюмы, в которых мы будем выступать, это вот как раз такой отголосок истории. Мы пытаемся реконструировать X век, Новгород. Ну, просто я, насколько я посмотрел, и некоторые из участников «Ратного дела» будут задействованы у вас. Я увидел знакомые имена и фамилии, поэтому ассоциации провел. Наши друзья, конечно. Да. Как же без них. Поэтому, а в остальном, да, у нас фестиваль посвящен традиционным зимним забавам. Вот. Мы их немножко разбавляем еще чем-то таким осовремененным, но все равно, конечно, стараемся задать такой задор молодецкий, чтобы вот зиму как следует провести. Чтобы было весело. Да, какие зимние забавы? Ну, я понимаю, из детства все в снежки играли, я не знаю, там дети, да, крепости снежные строили. Ну, вот для взрослых и не только чай с плюшками, да, нам Ольга сказала. А так, что еще? Ну, у нас огромное количество игр. Давайте, давайте. Привлекайте людей. Хорошо, замечательно. Ну, вот Ольга перечислила более-менее площадки, да? Ну, вот сама Ольга у нас, например, будет на главной площадке задействована. Хороводной. Она же целовальная. Целовальная. То есть вы будете встречать и целовать. Ну, почти. Почти, так. На самом деле, ну, с давних времен еще, там, забородатых, все девушки, конечно же, любили, когда приходят красивые парни, там, проявляют какие-то знаки внимания. И раньше это все вливалось в играх. А сейчас девушки не любят, когда парни в знаке внимания? Нет, сейчас улюбятся. Я к тому, что раньше это тоже любили. Даже больше, мне кажется. Вот. А у нас игры будут как раз построены, вот, испокон тех веков. То есть парни будут бегать за девушками, девушки будут всячески от них убегать. И будет такое действие красочное. То есть молодежь, молодежь зовете активных студентов и так далее. Все верно, да. Надо просто заметить, что... А для семейных пар, к примеру? У нас, мы охватываем весь спектр, абсолютно. Просто надо сказать, что исторически так сложилось, что вот эти вот традиционные игры, да, они, в них играли очень фиксированный участок, период времени жизни. То есть до того, как ты, собственно, окольцевал себя и свою подругу. После этого ты становился взрослым человеком, тебе уже не до этого. У тебя там уже свои хлопоты. Быть, семье, дети и так далее. Да, естественно, там тоже веселились, но это уже было немножко на другом статусе. На стенку ходили взрослые мужики в деревнях. Ну, да, да. А для молодежи, естественно, это лишний повод присмотреться друг к другу, найти себе девушку по нраву. Поэтому девушка может себе парня найти такого, чтобы руки откуда надо росли, чтобы сильный был, крепкий. О, как вы замахиваетесь-то, понятно. Да, поэтому, собственно, тогда это называлось вечерками. А сейчас зимними забавами в старом городском парке. Мы их, да, мы их в таком формате интерпретировали. Ну, тем не менее, зимой много было праздников, вот, и народ всегда гулял. Вот, поэтому мы решили как-то их так сконцентрировать, все вот в один такой большой фестиваль. Насколько я понимаю, вообще у вас это все замечательно получается. Я, более того, я слышал, что вы грант президентский получили на проведение подобного рода мероприятия. Это дело серьезное. Нам в этом году очень повезло. Семь лет мы занимаемся популяризацией русской традиционной культуры. И вот в этом году каким-то чудом мы получили грант на реализацию цикла мероприятий. Но с уклоном вот в ремесло, непосредственно в сохранение и вот в привлечение этого ремесла в нашу жизнь. Традиционное старинное ремесло, которое здесь у нас из поклона веку, да. Абсолютно верно, да. И поэтому и на славянской зиме у нас будет очень такой большой упор на ремесленников, да. То есть у нас ожидается очень большая выживка ярмарка. Ярмарка, ремесел такая. Да. Это всегда интересно. Причем у нас очень жесткий отбор. Мы огромное количество людей вынуждены отказывать им это. А почему? Вы знаете... Мест на всех не хватает. Я думал у нас, хотя они и есть эти ремесленники, но не так много. Потому что если вспоминать летние фестивали, где тоже широко представлено ремесленное творчество, в общем-то их много, но хотелось бы еще больше. Мы... Я, может быть, конечно, грубо сказал, но мы стараемся просто привлекать мастеров, которые на самом деле имеют нечто общее все-таки с традиционными ремеслами. Вот, чтобы ярмарка была очень такая насыщенная, колоритная, чтобы все вместе сочеталось и было, скажем так, выдержано в едином концепте. Понятно. Поэтому, но опять же, как показывает практика, то есть наш такой консерватизм некий, да, он имеет место быть и с каждым годом людей, желающих все больше, на мероприятия приходят. Это говорит о том, что вы крючочки-то раскидали, людей привлекаете, а кто-то, может быть, и не занимался ремеслами, а пришел, познакомился с кем-то, да, пообщался, поглядел, как это замечательно все выглядит, увлекся. И на следующий год уже у вас сам участвовал в качестве не гостя, а в качестве, я не знаю, мастера. Вот. И такое, насколько мне известно, тоже довольно-таки часто бывает. Надо сказать, что за 7 лет, да, мы можем сказать, что там, благодаря нашим мероприятиям люди приходят в движение, да, то есть они начинают заниматься или русской традиционной культурой, или исторической реконструкцией. Кто-то уходит в ремесла, кто-то начинает петь. И это то, ради чего мы вообще все это затеяли 7 лет назад, конечно, и это очень радостно. Люди ходят с удовольствием, насколько я понимаю, и вот, Оля, как вы вот... На самом деле, очень много отзывов и в группах, и в беседах, которые созданы по... Ну, соцсети забиты, все ожидания фестиваля, я посмотрел. Да, все люди пишут о том, как это здорово, как хорошо, что это проводится, и видно то, что народ горит этим, и им это интересно. Все в ожидании. Да, поэтому радостно создавать что-то подобное. А кто вам помогает? Вот я имею в виду, кто помогает? Вот вы организаторы, да, а кто помогает? Ну, понятно, клубы исторической реконструкции раз, студенты, наверное, каких-то культурных училищ, вузов, да? Вот кто хороводы-то водит? Где берете девушек для целования, понятно, те сами приходят. На самом деле, у нас очень много разных возрастов в нашей светлице. Разных возрастных групп. Разных возрастных групп, да, точнее сказать. Есть и совсем молодые школьники, студенты, и те, кому уже по 30, и за 30. Ну, так грустно сказать, те, кому по 30, а если пожилая пара захотела посетить? Да, без проблем, все приходят. На самом деле, мои родители с удовольствием приходят. Вот, вот, об этом же тоже нужно сказать. Нет, если на мероприятии, то, конечно, никаких ограничений абсолютно нет. Просто Ольга вот так вот скромно начала про светлицу рассказывать. Но надо заметить, что и она не с самого начала-то к нам тоже ведь нас заметила. То есть, тоже пришла сначала побегать и поцеловаться, я понял. Да. Вот, хорошо. Вот, смотрите, кроме, я просто хотел по поводу вашего культурного центра светлица, вы занимаетесь же не только этим фестивалем, да, вот, зимняя забава, насколько я понимаю. И вот этот президентский грант у вас тоже направлен и на этот фестиваль, и на другие какие-то интересные. Да, да, все верно. У нас, вот, если непосредственно по гранту общаться, да, то у нас идет ряд образовательных мероприятий под эгидой, там, клуб русской культуры, мы это так называем, где приглашаем лекторов и мастеров, которые могут очень красочно и вкусно рассказать о каких-то русских ремеслах традиционных, или провести мастер-класс, чтобы людей заинтересовать, показать, что это актуально и по сей день, что этим можно заниматься, что, например, гончарство, да, это может уже стать даже неким таким элитным хобби, как вариант, да. Кузнечное дело. Кузнечное дело. У нас парни, глаза горят, хлебом не корми, дай в кузнице поработать. Очень много интересных ремесел, о которых мы просто не знали. Например? Ну, касательно музыкальных инструментов, есть очень тонкие там вещи, о них сложно сказать, да, то есть тонкость есть там, например, в литейном деле. То есть чем глубже ты копаешь, тем больше интереснее всего себя открываешь. А потом идут массовые, конечно, мероприятия, то есть это вот славянская зима, за ней мы обязательно проведем масленицу, все там же в загородном парке. Красная горка – это гуляние традиционные после Пасхи, там через неделю они проходят. И все с исторической направленностью, и все с таким судьбным. Конечно, да. Вы знаете, я бы вообще учителям истории в школах прямо в обязательном порядке сказал, ведите учеников, пускай во все это окунутся, потому что корни традиции нужно знать. Но, по-моему, и так к вам приходят. Ну, вообще надо сказать, что, во-первых, приходят и школы, вот с детскими садиками начали сотрудничать. И надо сказать, что когда начинали 7 лет назад, то есть было тяжело подниматься, потому что у нас нет профильного образования практически ни у кого. То есть это все идет интерес вот такой глубины. Да, из сердца. То есть я, например, по образованию маркетолог-программист. Вот так вот. Да, но вот 7 лет уже занимаюсь. Увлекся историей, народными традициями и всем. Ольга, а вы кто будете по образованию? Я буду дошкольный дефектолог. Дошкольный дефектолог, но тоже с особенностями, я понял, в народное творчество. На самом деле это замечательно даже, мне кажется, ребят, потому что, я уже сказал, живешь на этой земле и нужно знать, откуда есть и пошла. Абсолютно верно. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Итак, в 12 часов, насколько я понимаю, загородный парк имени Горького. Да, он же загородный. С зимней забавой. Спасибо. Всех ждем. Спасибо. Спасибо. Единственное только напоминаю, существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят в эфире Самарского губернского радио в 21.00. Будем забавляться, ребят. До новых встреч. За создание праздничной атмосферы и новогоднего настроения в студии благодарим профессиональных флористов садового центра «Веры Глух».